Как правильно делать домашнюю студию дома? Первое. Необходимо изначально для себя прояснить, что все всегда можно улучшить. И у вас, что бы вы не делали, не будет офигительной студии. Начните с маленького. Лучше всего делать совсем маленько. Сделайте мини-студию. Пусть вашей студией будет стол компьютерный, ваш ноутбук, не знаю, с веб-камерой и микрофон. Лучше всего, то есть, инвестировать. Надо начинать по опыту, потому что я изначально затупил. Я изначально начал ставить себе зеленку. Ну, зеленый фон сзади, там, да, чтобы на зеленке сниматься. Вы должны понимать. Зеленка – это студия, это профессиональный свет. Это профессиональная камера, которая может отразить. То есть, снимайте, начинайте снимать на обычный телефон, либо на обычную веб-камеру. Дома, со временем, вы просто должны для себя три важные вещи, как вот для меня было. Первое. Это должна быть отдельная комната с дверями закрытыми. И хорошо, если будет еще такой полутамбурик. То есть, чтобы была тишина. Второй совет, тоже очень важный. В комнате должно быть темно. Если у вас есть окно, это не победа, это поражение. Почему? Потому что, когда окно, вы не можете регулировать природу. Вы начали снимать, и у вас бам, солнце зашло, и в кадре плохой. Поэтому, даже любая комната, любое окно должно быть за что ревно. И третий момент. У вас в вашей студии, в вашей домашней студии, должен быть много-много различных подсказок за кадром. Вот я покажу на видеороликах, когда мы будем делать в школе видеоблогеров. Я покажу, как устроена моя домашняя студия сейчас. Ничего сложного, но очень много рабочих моментов, которые помогают. Вот этот флипчарт, который стоит, очень хорошо. Потому что я вырос на флипчартах, на досках. И вы выросли. Почему? Потому что вы смотрели уроки в школе, в университете, там всегда выступали на доске. И для вас мозг воспринимает лучшую информацию, когда что-то рисуют. Еще один момент. Вот три совета дал. Такие более мелкие, но соответственно тоже важные моменты. Если вы получаете какой-то там, например, вы должны понимать, написать себе список, что вы будете улучшать, в первую очередь. Вам не нужен большой микшерный пульт за 300 евро, там за 500 евро, за 800 евро. Если у вас слабый микрофон. Возьмите себе, у нас есть в школе видеоблогеров, есть ролик, где мы рассказываем популярно о том, какие, какое необходимо оборудование. Более того, мы там нет никаких реферальных ссылок. Вы просто можете выбирать себе в любых магазинах этот микрофон, камеру, веб-камеру. Но поймите, что если вы думаете еще делать монтаж дома, то это надо большой-большой и мощный компьютер и много-много времени. Вот у меня была еще такая маленькая-маленькая слэш-большая ошибка. Я пытался делать монтаж сам. Это трэш, это просто непонятно. То есть, во-первых, это тяжело. Во-вторых, я, как это, я пружина. Я должен двигаться. А монтаж, это монотонная сидящая работа, голову поднял. Важно. Да? И мощный компьютер. Потому что тот компьютер, который был у меня там четыре года назад, это компьютер, который бы сейчас обрабатывал мое видео, сейчас, может быть ночь. А сейчас у меня компьютер, на студии, который обрабатывает это видео, там большое, там за два часа. Но там много-много процессоров, там много-много всего, там много-много оперативки. Он очень мощный. То есть, у вас должен быть такой комбайн. И поэтому лучший вариант, вот не надо бежать за качеством. Ваше видео сейчас, они будут смотреть в 4К, но при этом должно быть хорошее. Тоже такой парадокс, да? Но очень часто смотрят его на телефоне. И поэтому в вашей домашней студии должно быть такая вот удобное место, недорогое. Все всегда можно улучшить. Это такой самый-самый главный посыл. И вы должны начинать с бюджетного. Даже если вы можете себе позволить купить там, допустим, камеру не за тридцать тысяч рублей, а купить камеру за четыреста тысяч рублей. Не надо. Вот поверьте, вы когда поймете, что вам не хватает, тогда хорошо. И не покупайте комплекты, которые вам впихивают. Не покупайте какие-то реферальные ссылки, там вот это, вот это. Сядьте, поговорите. Я вообще нашел для себя простое решение. Я просто пришел к человеку, у которого уже была студия и говорю, слушай, расскажи мне как, а я тебе дам денег. Это лучший вариант. Почему? Потому что вам дадут нюансы. Потому что вы будете покупать то, что вам не надо. Вы будете покупать то, что вы никогда не будете использовать. У меня есть фоны, которые стоят там по 100 долларов фон. Я, то есть я не знаю, куда его использовать. Но при этом у нас доска, это там прям такой лайфхак, как сделать доску. Поэтому домашняя студия делайте, вот прямо начинайте с бюджета. Начинайте, то есть если вы начали, тут заканчивая видео, хочу вам сказать одну, один простой совет. С маленького, бюджетной студии вырасти в большую, как у меня, где там есть профессиональное оборудование. Очень просто. А вот опускаться, допустим, то есть представьте, что я часто вижу людей, которые сначала инвести... Я тоже такой был. Я тоже купил сначала много-много оборудования, которое мне не нужно. А оборудование имеет свойство стариться гораздо быстрее, чем люди. И тот фотик за три тысячи долларов, который вы там холи-ли-ли-ли еще взяли себе в кредит, он через год, вы даже еще не выплатили кредит за этот фотоаппарат, а он уже устарел. А вы еще не умеете снимать, вы используете его на десять процентов. Понимаете? То есть пользуйтесь простыми элементарными вещами. Домашнюю студию можно собрать там за тысячу долларов постепенно, начиная с трехсот. И о том, как это сделать, мы говорим в школе видеоблогеров. Субтитры создавал DimaTorzok